Принцип Дерехле Пятый класс, 36 серия. Принцип Дерехле. Сегодня рассмотрим обобщенный принцип Дерехле. Если 10 кроликов разместить в трёх клетках, 10 кроликов и 3 клетки, то найдётся хотя бы одна клетка, в которой будет не менее 4 кроликов. Потому что если бы их было по 3, то тогда число кроликов должно быть 9. Если же кроликов 10, то найдётся хотя бы одна, в которой будет не менее 4. Итак, если 10 кроликов разместить в трёх клетках, найдётся хотя бы одна, в которой будет не менее 4 кроликов. А в общем виде обобщенный принцип Дерехле звучит так. Если по n ящикам разложить предметы, число которых больше, чем n умножить на k, где k натуральное, то найдётся ящик, в котором находится более чем k предметов. Так, ну давайте решим задачу на обобщенный принцип Дерехле. В магазин привезли 25 ящиков с яблоками трёх сортов. Причём в каждом ящике лежат яблоки какого-то одного сорта. Можно ли найти 9 ящиков с яблоками одного сорта? Допустим, нет 9 ящиков с яблоками одного сорта. Вот по 8 ящиков есть, а по 9 нет. Допустим, мы решим задачу, рассуждая методом от противного. Допустим, нет 9 ящиков. Итак, по 8 ящиков каждого сорта есть. Значит, 3 сорта всего. Значит, ящика в таком случае должно получиться 24. По условию задачи ящиков 25. Противоречие. Значит, наше предположение было неверным. Можно найти 9 ящиков с яблоками одного сорта. Вторая задача. В ящике 25 белых, 25 чёрных, 20 синих и 10 красных шаров. Какое наименьшее число шаров нужно взять, не глядя, чтобы среди них обязательно оказалось 10 синих. Так, если мы возьмём все шары, то, конечно, 10 синих будет обязательно. Но это не наименьшее число. Если просто взять 10, то совсем не обязательно, что это будут 10 синих. То есть надо назвать наименьшее число, при котором обязательно решаем задачу, начиная со слов, что будет в наихудшем случае. В наихудшем случае вы возьмёте шары не того цвета, который вам нужен. То есть вы возьмёте все белые шары, затем все чёрные. Вот эти шары вам не нужны, но вы их возьмёте в наихудшем случае. Затем все красные. И только потом вы возьмёте 10 синих. Так, это то наименьшее число, при котором обязательно будет 10 синих. Ответ 70. Третья задача. Куртка стоила 2000 рублей. Цена на неё понижалась 3 раза на 20%. Сколько стоит куртка после третьего понижения? Итак, на 20%. Значит, если стоимость куртки умножить на 0,8, потому что 20% – это 0,2. Значит, понижение на 0,2. Вот как раз и узнаем, сколько стоит куртка после первого понижения. Так, затем понижается ещё раз на 20% вот от этой новой цены. То есть 1600 нужно опять умножить на 0,8. То есть найти 80% от 1600. Так, это стоимость куртки после второго понижения. Ну, а теперь, если вот эту стоимость опять умножить на 0,8, найти 80%, то мы как раз ответим на вопрос задачи. После третьего понижения куртка стоит 1024 рубля. Это ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!